Уважаемые журналисты, рядом со мной находится Борис Тынко. Это амбассадор города Одессы в Польше. Человек, который на протяжении последних лет после избрания уже амбассадором очень активно занимался привлечением туристов в наш город, популяризацией Одессы в Польше, а также изданием всевозможных книг. Помимо того, он является вашим коллегой-журналистом. И на сегодняшний день он ежедневно рассказывает именно правдивую информацию всем своим коллегам в Польше и действительно борется со всеми теми фейковыми новостями, которых сегодня очень много, в том числе и в нашем соседнем государстве. Я хотел бы с вашего разрешения передать ему слово. Здравствуйте, меня зовут Борис Тынко. Я простите, я буду делать ошибки. Понятно, что это не мой первый язык. Так, ну так получилось, что я две недели назад попал в Одессу, случайно, не буду рассказывать, как. Я не збежал, у меня была такая возможность. Мне звонили даже с Министерства Инностранных Диэл Польши. Я отказался ехать обратно в Кракове, я живу в Кракове. Я могу сейчас сидеть в Кракове и сматять по телевизору то, что творится в Украине. Что ж, я решил с моими адресскими друзьям, волонтариями помогать как-то. Мы организуем сейчас, например, транспорт помощи гуманитарной из Польши. Если вы мне позволите в конце, чтобы я обратился на полскому языку моим друзьям, и, пожалуйста, отправьте мне запись через конференцию, это очень важно, чтобы я мог передать дальше. Организуем транспорт. Это приезжают обычные люди. Это не какие-то институты, не какие-то фундации. Просто люди собрали между собой, собирают еду, отъезжу, то, что нужно армии впервые оцировать. Они приезжают на перехот на Дунай, Румыния, Украина, Исакция, Орловка. Мы тоже на своих машинах приезжаем за деск после коменданского часа. Мы встречаем ребят уже на границе, перегружаем груз. Мы получаем, что у нас есть такой тип из зеленой коридоры. Румынская сторона перепускает наши машины, украинская сторона, тем более они въезжают в натуральную зону, перегружаем груз. Мы едем обратно в Адессу, они едут в Польшу. Они не должны переживать. Они в принципе на Украине будут только по часу, так что это очень удобно. Это разная помощь. Это, как сказал, это медикаменты, это материи, пауэрбанки. То, что нужно съедать из армии, едва, конечно, тоже для детей, что это есть. Но мы потом по разных волонтариатских пунктах это отправляем. То, что у нас есть связи с солдатами, так что это и все помочь. Помощь попадет все равно в хорошие руки. Что еще? Мне каждый день звонят СМИ из Польши по несколько раз. Но дело в том, чтобы передавать настоящую информацию. Хотел бы еще сказать, что действительно наши амбассадоры в разных странах мира сегодня оказывают конкретную помощь как армии, так и всем муниципальным службам. Это, в первую очередь, конечно же, гуманитарные конвои и действительно медиа оборона, которая сегодня крайне необходима.